Зелёный кузнечик Это самка, потому что, если вы можете посмотреть, мы видим, это саблевидный яйцеклад, которым она втыкает в землю и откладывает туда яйца. Так, сейчас её перехвачу. Она очень больно кусается, у неё очень крупные мандибулы, потому что она питается насекомыми и иногда растениями. Эта насекомая очень хороший каннибал, он может поедать себе подобных сородичей. Ещё эта насекомая очень хорошо умеет летать. Ну, я бы сказала, не то что летать, это, скорее всего, очень большой прыжок. И вообще, кузнечик не только прыгает, он в основном только ходит на своих шестерых, но иногда прыгает, чтобы убежать от хищников. Как вы знаете, при ловле зелёного кузнечика вы можете заметить, что у него очень хорошо отламываются лапки, потому что они у него очень плохо прикреплены к вот этой части ножки. Они у неё отваливаются, как защитный механизм от хищников. Например, если хищник вот бежит, он обычно берёт за задние лапки кузнечика. А кузнечик, как истинный мастер маскировки ещё, он отбрасывает свою ногу хищнику и убегает. Хищник остаётся только с одной ногой, но кузнечик выживает и прячется от хищника. Но прыгать он уже, как раньше, уже не сможет. Нога не отрастёт заново. Это самое обидное у кузнечика. Но, уцелевший ногой, он будет прыгать хоть как-нибудь. Видите на его усики? Они обычно длиннее тела, а это фактически вровень. Я когда ловил один экземплярчик, у него были очень длинные усы, примерно до отсюда. А ещё у самца нету саблевидного яйцеклада, и он обычно заканчивается так-так-так-так. У него очень большие мандипулы, если присмотреться. Очень большие. А если посмотреть за поведение, реакция его вот этих усиков, то можно заметить, если подуть на них, то кузнечик будет своими усиками ощущать этот воздух и смотреть, откуда исходит этот ветерочек. Он хорошо чувствует своими усиками. Ещё самцы также известны, что они очень хорошо поют. Они стрекочут. Они вот этими лапками острыми, они как бы терут крылышки. Когда они поют, самцы приподнимают вот эту часть крыла, и там находится интересная такая плёночка. Очень стрекотучающая вот такая вот. И самцы вот так вот ножкой подёргивают, и происходит такой интересный звук. Вот сейчас вы можете некоторые звуки слышать, как кузнечики поют. Такой же принцип действия у этого зелёного кузнечика. Так, иди сюда. Так, вот. Поэтому иногда в некоторых домах вот таких вот зелёных кузнечиков держат как декоративных животных. Эти жуки очень активны... Ау! Эти жуки очень активны больше в августе и любят солнечные места. Они обитают вот в таких вот лугах, небольших полях, а иногда даже забираются на дерево. Вот я этого поймал на дереве, вы сами видели. Тише. Иди сюда. Ещё их хорошо можно отличить от саранчи многими факторами. Что-что. У саранчи не такие длинные усики, не такой иногда окрас тела. А что характерно у кузнечика, он очень хороший, и он очень хорошо сливается с местностью. Так-так-так-так-так-так. Он пытается меня укусить, и укусил не один раз. Он очень больно кусается, как я и говорил. Просто идеальный насекомый. Как я и раньше говорил, зелёные кузнечики – это просто истинные мастера маскировки. Имеющие такой зелёный цвет тела, они очень хорошо сливаются с местным колоритом. Видите этот зелёный листочек? Он похож на кузнечика. А видите этот сухой конец? Он просто идентичен с верхней частью около головы и конца крыльев спины. Вот такая серая полоска. Похожа на засохший кончик стебелька этого растения. Что самое ещё интересное, самцы-кузнечики, они стрекочут только днём. И учёные не могут понять, на что идут самки. Либо они идут на стрекочущий звук, который издают самцы, либо они идут на запах. Ещё неизвестно вот этот вот фактор. Только посмотрите на это насекомое. Если видите, у неё очень длинные ноги, и они покрыты шипами, имеющие такой коричневый бурый цвет. У неё очень длинные ноги, которые хорошо отталкиваются от земли и хорошо планируют. Ну не то, что летает, более прыгает хорошо, я бы так сказал. Так, куда ты идёшь? Я его даже немножко чуть-чуть побаюсь, потому что он очень больно кусается, и это неприятные ощущения. Ни одно из лучших, конечно же. Мне кажется, это даже достаточно маленький экземплярчик, потому что я ловил намного больше. Правда, вот я сейчас не соврую, я ловил намного больше. Так, куда ты ползёшь постоянно? Сейчас он уже... Сейчас эта самка уже успокоилась и не собирается никуда улетать, она сейчас просто ходит. Так-так-так, только не по рубашке. Я сейчас её держу аккуратно, чтобы она не сбросила ножки. Надо держать кузнечика вот за эту часть, где находится грудь или что-то типа вроде. Но не за ноги, ни в коем случае. Потому что если сильно надавить, то они отпадут. Ножки. Так-так-так-так. Все ноги покрыты шипами достаточно большими. Очень длинные крылья, которые мы видим, что они практически идут вровень с саблевидным яйцекладом, а у самца наоборот. У самца нет саблевидного яйцеклада и брюшка много меньше крыльев. Так, иди сюда. А у самки они идут практически вровень. Вот такое вот здоровое насекомое. Достаточно большое. Ну что ж, ребят, всё, что я хотел рассказать об этом насекомом, я уже рассказал. Ну что ж, ребят, до следующих зверей. А сейчас я хочу отпустить эту малышку на её обыкновенное место обитания. Чтобы её больше не тревожить, я её положу в то место, где брал это дерево вишни. Наверное, там питалось ягодами вишни. Ну что ж, ребят, пойду её положу. Чтобы больше не тревожить этого маленького кузнечика, я её положу вот сюда. Вот и всё. Музыка. 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 Эй, ребята, если вам понравился наш новый эпизод, тогда ставь лайк и подпишись на канал. И включи колокольчик, чтобы вы знали о всех наших новостях. Всем до встречи. Музыка. Продолжение следует... Музыка. Продолжение следует... Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok